МИД Швейцарии заявил, что идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине. Кто же в этой конференции будет участвовать? Вот эти вот все вещи, они очень противные. Знаете, к чему они ведут? К прекращению огня и установлению вот того статус-кво, который сейчас. Чтобы это перевести в вял текущую такую войну, чтобы дать передохнуть гниде Путину. И это передохнуть, дать Путину. Вместо того, чтобы провести конференцию по уничтожению путинского режима, куда точно путинских не приглашать. Они вот, давайте мирную конференцию проведем. Ну, давай, проведи. Казахстан опроверг данные о просьбе России создать резерв бензина в 100 тысяч тонн. Я думаю, что Казахстан врет, потому что российские СМИ заявили, что такая просьба была и что эта просьба принята. Просто Казахстан боится, что это будет воспринято как нарушение санкций. Экс-сотрудника спецслужб Австрии заподозрили в передаче России данных полиции Евросоюз. То есть, вот этот эгистеот, который возглавлял ведомство по борьбе с терроризмом, знаете, чем занимался? Он выяснял, где находятся такие, как я, ну, в частности, я, да? И запросы делал национальной полиции, там, где он у вас проживает, да, там, и прочее, прочее. И всю эту информацию этот сучонок сливал путинцам. Можете себе представить. Так что, когда мне вот говорят, что там как-то где-то безопасно, тут вот всякие пишут, блядь, тролли, то абсолютно небезопасно, потому что сдают элементарно. Ну, у нас соратницу сдали социальная служба Швейцарии, выяснила, где она проживает. Ее муж написал бывшей бумажечку, что он там разыскивает ребеночка и прочее, прочее, и требует, чтобы они передали сведения. А у нее убежище, она обследователь бывший, понимаете, путинский, которого путинцы ненавидят жутко, потому что они считают это предательством. Можете себе представить. И они ее сдали, блядь. Ну, слава богу, там ничего не случилось, но это я к тому, что если кто-то думает, что вы тут в безопасности, сами заботьтесь о своей безопасности. Они сдадут всю информацию о вас мгновенно. Вот такой эгистио-от, блядь, сделает запрос, а с тем бюрократическое, они тут же ему сразу отпишут. Там, 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 и все про вас расскажут, блядь. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он, значит, может, ну, он давно уже заявил, что он за 24 часа может остановить войну. Об этом спросили Болтона, ну, тот, кто был у него, если вы помните, советником по национальной безопасности. Это достаточно серьезный пост. И он заявил, что заявление Трампа смехотворное, да, что к Трампу понятия не имеет, как разрешить украинский конфликт ни за 24 часа, ни за 24 года. Ну, слава богу, хоть кто-то начал говорить прямо. Так оно и есть, какой там Трамп. То есть, вот там пишут, Трамп, придя к власти, рассчитывает надавить на Зеленского и посадить его за стол переговоров. Я думаю, что так оно и есть. Иран уже неделю активно размещает по всей стране ракетные радиационные системы для усиления противовоздушной обороны. Я вообще не понимаю. Израиль жует сопли активно, да, никаких восстаний курдов в Иране, никаких восстаний этих азербайджанцев в Иране, никакого налета, да, на те системы иранские противовоздушные обороны и ядерные всякие хранилища. То есть, все. Похоже, там тоже, да, как бы это сказать, столбняк, тот столбняк, который сейчас парализовал Соединенные Штаты, похоже, он и переносится на Израиль. Там все, сейчас они там с Хамасом разбираются. Ну, да, жесть, что я могу сказать. Советник Белого дома по вопросу национальной безопасности Кирби заявил, мы не поддерживаем независимость Тайвана. Ну, вообще, логично было заявить, да на похеру это Тайвань. Не то, что они не поддерживают независимость, похеру. Независимый он, зависимый, какой угодно, вот похеру. И это было бы очень нормально Китаем воспринято, а это не очень нормально. То есть, это такой вот пинок, да забирайте вы Тайвань, пожалуйста. Хотя Китаю он и нафиг не нужен. Китай понимает, что он может играть двумя руками. Тайвань сейчас весьма управляем Китаем. Так что, вот пишет, Байден сливает все и Украину, Израиль и Тайвань. Но это не только Байден, это был бы и Трамп был бы та же самая картинка. Это Америка, она находится в таком состоянии сейчас. Поэтому вполне это логично для периода, терминального периода капитализма. И производитель чипов ТСМС решил спасти мир от угрозы тайваньского конфликта, компания Тайвань Симикондуктор согласилась увеличить свои инвестиции в США более чем на 60%, до 65 миллиардов, и производить на американской земле самые передовые в мире двухнанометровые чипы. Ну, видите, то есть, иными словами, была проблема с Тайванем, что там производят вот эти самые передовые чипы. Китай, если Тайвань поглотит, то все производство попадет к Китаю. Ну, а здесь самый простой вариант какой? Да, давайте, да хер с ним он поглотит. Давайте у нас производство в Соединенных Штатах. То есть, такое Соломонова, как они считают, решение. Ну, безумцы, что я могу сказать. Я бы, знаете, вместе давным-давно уже сказал, что мне похер, что будет с Тайванем. Ну, как бы, не давал бы возможности тем политическим кругам тайваньским, которые находятся, так сказать, на проке китайском короле, им бы продвигаться там. Ну, видите, у Соединенных Штатов сейчас свои дела. Посмотрим, во что это выльется, но ни во что хорошее это уже не выльется. Вячеслав, как вы и говорили, Лавров поехал целовать жопу Си. Не знаю, интересно. Давайте проверим. Так и должно быть, конечно. Лавров, это должно было быть 100%. Он же себе поехал в Китай. Министр иностранных дел Лавров отправился с рабочей поездкой в Китай. Видите, ну, это... Да, опять я не ошибся, к сожалению. То есть, поехал за ярлыком. Будет просить, чтобы его оставили министром и дальше. Похоже, под ним трещит стульчик. Да? Министерское кресло. Путин зама хочет засунуть, который он на Совет Безопасности к себе приглашал. Помните, он не Лаврова таскал к себе на Совет Безопасности, а его зама. И, видно, Лавров очень перенервничал по этому. Дядя Слава, как вы относитесь к Хосе Мухико, президенту Уругвая? Ну, как, очень хорошо, но он бывший президент Уругвая, да? Это единственный бедный президент, которого мы знаем, да? А знаете, почему он бедный? Ну, в смысле, почему он 90% своей зарплаты отдавал людям и так далее? Ну, потому что он в молодые годы коммунистом был, потому что он там в тюрьмах сидел за свои идеи, там, марксистские и так далее. То есть, когда вас пытаются какие-нибудь там псевдолибералы, да, вам доказать, что они очень честные, всегда задайте им один вопрос. Если вы такие честные, почему вы такие богатые? Ни один приличный человек, да, он богатством в таких вещах не делает. Поэтому, конечно, он молодец. И своим примером многим показал, как надо управлять государством, будучи первым лицом. Что даже если это просто обычное рядовое, там, ну, или более-менее приличное управление, да, то оно не должно сопровождаться какими-то личными корыстными делами. Тогда все будет нормально. Ну, правильно еще Джефферсон говорил, что главное качество для правительства – это честность. То есть, ты не воруешь все. Уже правительство не ворует, уже все будет нормально. Все будет классно уже. Ну, сейчас это немножко меняется. Сейчас, помимо того, что не ворует, должна быть еще абсолютная, конечно, открытость. Полная открытость. Продолжение следует...